Постарался собрать все бесплатные решения для перевода голоса в текст в одном видео. Плюс одно платное от OpenAI. Ну точнее не все, я думаю их много, а те которыми пользовался или пользуюсь сам. Начнем с перевода голоса в текст на Alitu и первое самое простое и кстати абсолютно рабочее решение это голосовой ввод в Google Doc. Тут работает бесплатная нейронка от Google, которая отлично распознает голос. Голосовой ввод. Нажали – говорите, нажали – не говорите. Когда подобных решений еще не было в открытом доступе, я вешал на микрофон наушники, запускал звук и он мне бесплатно расшифровывал диктофонные записи. Вполне неплохо получалось. К слову сказать, если микрофон не работает, вот здесь его настройки. Возможно у вас выбран какой-то не тот микрофон, если их несколько в системе. Здесь же кстати список сайтов, у которых есть доступ к микрофону, теперь про распознавание на Alitu на мобильном. Покажу под Android, но по меньшей мере Google работает и под iPhone. Как ни странно распознавание голоса в Google Docs в мобильном нет, но зато тут есть Google Keep, то есть Google заметки. Тут не то чтобы на виду, но и не сильно запрятано. Нажимаете прикрепить и аудиозапись. Опять же нейронка от Google отдает текст и сохраняет и прикрепляет аудиофайл. Если вам нужен только текст, аудиофайл можно удалить. Весьма полезное решение, но я, честно говоря, этим не пользуюсь, зато постоянно пользуюсь следующим. Клавиатура SwiftKey от Microsoft. Скачивается и устанавливается отдельно, потом в настройках, по-моему, ее надо выбрать по умолчанию. Про нее ходят слухи касаемо безопасности, я не особо в это верю, точнее совсем не верю, но на своем мнении не настаиваю. Плюс в том, что с ее помощью вы можете транскрибировать голос на лету везде. В любом приложении, мессенджере и так далее. Ну просто вместо того, чтобы печатать, нажимаете на запятую-микрофончик и держите какое-то время. Собственно, включается микрофон и также бесплатная нейросеть от Google. Начитали текст, все, отправили сообщение. Теперь перейдем к распознаванию диктофонных записей, то есть переводу голоса в текст из аудиофайлов. Я уже не помню, как я узнал про этот сервис, но работает он вполне неплохо. Ничего не скажу за безопасность, но то, что все есть на гитхаб, то есть это опенсорс, это безусловный плюс. А еще безусловный плюс то, что у них есть телеграм-бот для транскрибации коротких аудиофайлов. Минус в том, что найти сами сервисы на сайте не так-то просто. То есть вот эта расшифровка с ограничением в 20 минут, а вот тут есть ссылка на сервис с расшифровкой до часа. А в телеграм есть бот вот такой, ну ссылки я все оставлю в описании, у которого ограничение до… я не помню. Ну в общем, старт, прошли капчу, загрузили файл, получили текст. Давайте посмотрим, какое тут ограничение. А, 10 минут. А вот. Загрузили файл, отправили. Получили текст с таймкодами. Если текст больше 10 минут, то сделали то же самое у них на сайте. Нужно указать имейл и согласиться с условиями. Все. Пишут, что в течение 30 минут пришлют, врут. Присылают сразу же, через минуту. Присылают ссылку на почту. Здесь можно посмотреть, чего напереводили. Тоже, кстати, с таймкодами. Вова Ломова не понимает, что это за нейросеть. И можно скачать файл. Почему-то Excel. Не самое удобное решение. Ну так. Расшифровка и таймкоды. И в общем, закончить я хотел платным, но очень дешевым сервисом от OpenAI под названием Wisp. OpenAI, к слову, сделали ChatGPT. И вообще они сейчас самые передовые по нейросетям. Вот, кстати, расценки у них. Имейте это в виду, если пользуетесь какими-то платными сервисами. Они почти точно нейронку от OpenAI и используют. И тут это стоит 6 центов за 10 минут. Сравните цены, что называется. Но в процессе поисков наткнулся я на Wisp, выложенный разработчиками в открытый доступ. Который после небольших танцев с бубнами выглядит вот так. В командной строке вводите волшебное слово Wisp, указываете имя файла и получаете не просто бесплатно текст в виде TXT, но и кучу разных форматов текста с таймкодами, включая, например, SRT, то есть готовые субтитры. И все это абсолютно бесплатно и на вашей локальной машине. Поэтому в следующем видео, которое я советую не пропустить, я расскажу, как установить Wisp на свой компьютер и получить навсегда бесплатный расшифровщик аудиофайлов. Когда я был молод и совсем не было денег, я подрабатывал расшифровщиком на телевидении. Причем расшифровывал с кассетного магнитофона стоп-плей-перемотка. Славное было время даже не верить. Все, любите друг друга, теперь это просто жизненно необходимо и помните, в конечном итоге все будет хорошо. Это говорю вам я, Вова Ломов и Теплица социальных технологий.